В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. В таком праздничном настроении юные пассажиры отправились в новогоднее приключение по городу. За рулём маршрутки был настоящий Санта-Клаус. Сегодня и завтра он будет возить детей из малообеспеченных семей в музыкальном украшенном автобусе. Его помощники эльфы развлекают пассажиров, как по дороге, так и на остановках, где детей также встречают сказочные персонажи. Это действительно уникальный проект. В Казахстане нет ему равных. Дети вообще верят в сказку? Дети всегда будут радоваться. На самом деле, каждому персонажу они аплодируют, и каждого персонажа ждут и в него верят. Санта-Клаус! Санта-Клаус! Новогоднее представление организовали старшеклассники школы-лицея номер два. Здесь Санта-Бас сделан небольшую остановку. Хороводы, танцы и селфи с Сантой. Детей переполняли эмоции. За время поездки многие успели подружиться. Как вам поездка в Санта-Басе? Довольно весело и шумно. Мне нравится, тут весело, можно играть и веселиться. Тут очень хорошо и прикольно. Организаторы постарались сделать поездку еще и познавательной. На все вопросы новогодней викторины пассажиры нашли ответы. Говорят, ему сто лет, а шарит как маленький. Что это? Мороз! Завершительной остановкой стал дворец спорта, где детей ждал уже друг Санты, Дед Мороз, который сменил валенки на коньки. Мальчишек и девчонок ждало ледовое шоу и катание на коньках. Мы рады приветствовать вас в едином царстве! Волшебный Санта-Бас могут увидеть и другие кустанайцы. До 28 декабря включительно с 6 до 8 вечера он будет находиться на площади перед областным акиматом. Хамзан Урписов, Болслу Аликенова, РТН